Смотрим протокол ARP. ARP это протокол сетевого уровня, но он очень интересен тем, что это протокол, который находится в точке доступа к сервисной точке между протоколом физического уровня в терминах TCPIP или канального уровня в терминах IEEE 802 и ISO оси, тоже канальный уровень называется. Мы с помощью этого протокола создаем соответствие между адресами сетевого уровня IP адресами и адресами канального уровня, то есть MAC адресами. Давайте вот мы откроем и выберем протокол ARP. Напишем тут, вот у нас достаточно много протоколов ARP. Соответственно, у нас протокол ARP состоит из запроса и из ответа request reply. Ну вот давайте любой первый попавшийся берем. вот так вот. Вот у нас что интересно. У нас в качестве адреса назначения используется широковещательный адрес. И посмотрите, какая разница между Ethernet адресом обычным и широковещательным. У нас вот эти вот два бита, которые обычно установлены в ноль. В ноль и в единицу, то есть адрес становится групповым и адрес становится локально администрируемым. То есть он не является глобальным адресом, уникальным в рамках всех адресов. Ну и опять вспомним, что у нас у Ethernet каждый байт перевернут, то есть читается справа налево 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Таким образом у нас вот такие вот байты. Значит, дальше посмотрим. Вот, собственно, пакет, вот у нас вложен пакет, конечно, ARP, протокол вышележащего уровня. Это у нас добивается нулями, как вы помните, поскольку у нас есть минимальный размер пакета Ethernet, то нам нужно его добить до минимального размера нулями, чем еще. и так у нас следующая информация. Это адреса канального уровня Ethernet. ARP у нас зависит от того, на ком уровне, какой уровень под сетевым. Сетевой уровень это протокол IP версии 4. Железный адрес, то есть MAC адрес 6 байт, 48 бит. Адрес сетевого уровня Ethernet 4 байт, 32 бита. Код операции запрос единица. Соответственно, у нас есть исходный адрес, и мы запрашиваем MAC адрес для вот этого IP адреса. поэтому посылаем нулевой MAC адрес, как бы ожидая, что нам пришлют реальный ответ. Ну и пробуем. Вот у нас есть reply. что у нас тут опять же, тут уже адреса конкретного устройства, не широковещательный, вложенный ARP протокол опять. И вот у нас опять hardware, то есть канальный уровень Ethernet, IP версии 4 протокол, hardware size MAC адрес 6, протокол size 4, то есть IP адрес, опция 2, то есть ответ. И вот нам в ответ приходит MAC адрес для вот этого вот IP адреса. Ну вот хорошо видно, что вот IP адрес у нас 4 байта. Вот это MAC адрес, как видите, он 6 байт. Вот так вот. Ну, дальше вы можете посмотреть эти пакеты, сравнить и, соответственно, описать то, собственно, в них находится. Также на компьютере хранится таблица, ARP таблица. Мы ее сможем посмотреть, например, с помощью команды ARP или IP Neighborhood. Ну, под Windows тоже команда ARP есть. Она имеет немного другие опции. Арп запустили долго будет, потому что он каждый раз запрашивает для каждого адреса DNS имя. Вот ARP не запрашивает DNS и мгновенно он нам выдает нашу таблицу incomplete. Это значит, он не смог получить MAC адрес. Ну, а остальные у нас, как видите, он получает MAC адрес. Ну, и кроме команды ARP под Unix есть еще IP Neighborhood. Вот. Можно не полностью писать. И он опять же пишет нашу таблицу. ARP таблицу. Ну, он тут, кроме того, что пишет ARP таблицу для IP версии 4, он еще и пишет ARP таблицу для IP версии 6. Ну, и, соответственно, разный характер адресов, то есть некоторые адреса доступны, некоторые недоступны или для некоторых никак не могут получить MAC адрес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова